Всем привет! Вы находитесь на канале магазин Автоток и в данном видео я расскажу про штатную магнитолу на Toyota Avensis второго поколения. По традиции пару слов про внешность. Имеет, получается, пластиковый серебристый корпус, повторяющий форму штатного головного устройства. И поэтому станет бещадей зазоров и прочей для работок на место его. Ну и подключение тоже пин-ту-пин, там ничего сложного дорабатывать, такого не надо. Что касается органов управления, у нас по бокам имеются сверху крутилки, слева звук, справа у нас частоты, ну и если у нас, например, картинки, то он эти картинки проматывает, в принципе, удобно. Ну и дополнительные кнопки регулировки яркости, здесь довольно много положений. Кнопка меню главного и управление медиаплеерами. Навигация тоже присутствует. Об этом позже. Два слота под microSD карты, GPS и медиафайлы. И выход на... Ну, под DVD диски, в общем. Имеется DVD-плеер. Вот. Поскольку имеется DVD-плеер и возможность чтения этих флешек различных, CD, microSD, USB, то есть возможность просмотра видео, аудио различных форматов. Давайте я продемонстрирую, например, видео. Довольно неплохая картинка, хорошее отображение. Казалось бы, для такого небольшого, казалось бы, монитора, в принципе, вполне себе неплохо. Ну и орган управления сенсорного экрана, ну, медиаплеера. Тоже довольно простые, тут все как бы стандартное. Вот. Само магнитола у нас на платформе Windows. Там все, в принципе, такое стандартное, скромненькое, но довольно неплохое в плане производительности для данной модели. Вот. Так выглядит у нас основное меню. Так, что касается основной функции, вот у нас радио имеется. Ну, тут тоже довольно простенько все. Частоты. Регулируется вот так. Нужно вот так вот. Вот. Эквалайзер у нас находится в настроечках. Вот он. Довольно такой приятный. Десятиполосный. В настройках у нас еще имеются кнопки. Настройки кнопок управления руля. Вот. Тут все, в принципе. Все это есть. Присутствует также. Bluetooth. Подключение различных устройств. Там Bluetooth гарнитура hands-free. Есть разъемы AUX-овские, то есть тюльпанчики под подключение, для подключения камер. Заднего, переднего, бокового вида. То есть настройка в этом плане. Ну, что-нибудь поставить себе. Парктроник какой-нибудь. В принципе, проблем не возникнет. У нас на сайте тоже присутствует большой выбор. Можете посмотреть. Вот. Что еще у нас имеется. Навигация, как было сказано выше. В комплекте присутствует GPS-модуль. Вот. Подключаем, вставим на Retail, например, под Windows. На ту же флешку, которая на microSD. И пользуемся. В принципе, ну, поменять фон тоже. В принципе, все стандартно. 3G-сеть имеется. Ну, куча настроек различных, как будет удобно. То есть, в принципе, довольно просто и не запутаться. Вот. Ну, такая вот магнитолка. Что касается комплектации, то, как было показано, вот с этой GPS-модуль. Стилус, который я пользовался на поддержании видео. Вход выносной USB-шный провод. Дополнительный удлинитель USB. Все кабели, как было сказано выше. Пультик управления. И проводок для подключения iPhone. Такой вот. Вот такая магнитолка. Ссылка мне будет в описании, по традиции. И все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.